Добрый день всем зрителям. Благодарю, что вместе с нами сейчас. Стенограмма судьбы это новый сериал. Он начнется с 15 ноября 2021 года. Телеканал России его нам с вами начнет показывать. Предлагаю узнать содержание серии вместе с нами. Первая серия. 1979 год. Невольск, Анна выросла в детском доме и всегда мечтала иметь семью. После совершеннолетия она получает право забрать под свою опеку мать, которая все эти годы находилась в психоневрологической больнице. Анна перевозит ее к себе в квартиру, устраивается на работу дворником и влюбляется в молодого человека Вову. Но никто из окружающих ей не рад. Своим появлением Анна разрушает планы сразу нескольких людей, своих соседей по квартире и родителей Вовы. Вторая серия. Анна вынуждена отправиться в Москву на поиски своего отца, генерала Печорского, который не подозревает о ее существовании. В столице она быстро находит себе жилье и заводит новых друзей. Но при первой встрече с генералом так и не решается открыть ему правду о себе. Вместо этого она устраивается к нему на работу стенографисткой. Ей предстоит записывать его мемуары, вот только этой профессии Анна никогда не обучалась. Третья серия. Генерал внезапно попадает в госпиталь с сердечным приступом. Его дочь Инда и зять Юрий обвиняют в произошедшем Анну и угрожают ей милицией. Анна вынуждена на время скрыться и искать новое жилье. Ей сдает комнату ее новый знакомый Сергей. Между молодыми людьми начинают зарождаться чувства. Но у Анны есть соперница. Четвертая серия. Анна вынуждена оставить Сергея и вернуться из экспедиции обратно в Москву. По дороге происходит недоразумение, ее задерживают за безбилетный проезд и высаживают из поезда. Сотрудника милиции настораживает найденный у Анны дневник со странными надписями стенограммами и ее арестовывают. Подруга Анны Фрида берется вызволить ее из тюрьмы. Пятая серия. Анна раздавлена, она узнает, что ее любовь была роковой ошибкой. Сестра Инга не желает видеть ее. А Юрий выгоняет Анну из отцовского дома и угрожает тюрьмой, требует забыть о родстве с Печовским. Сергей везде ищет Анну, а она тем временем решает сбежать из Москвы. Шестая серия. Конец 1979 года. На новогодней вечеринке Анна знакомится с галантным медицинским журналистом Борисом. Он сразу же начинает ухаживать за ней, его даже не смущает ее беременность. Но Анна не спешит отвечать ему взаимностью. Инга и Юрий собирают информацию о коллекции картин генерала Печорского. Седьмая серия. 1989 год. Анна счастлива вместе с мужем и сыном. Но размеренную жизнь нарушает появление ее давней подруги Нюры. Пуская ее в свой дом, Анна не подозревает, что таким образом подвергает себя опасности. Анна работает стенографисткой на секретном объекте, где неожиданно происходит ЧП. Она приходит в себя в больницу и не может понять, что с ней произошло. Восьмая серия. Юрий в бегах, его ищет милиция. Из пионерского лагеря пропадает Саша, сын Анны. Опасаясь мести Юрия, она рассказывает мужу всю правду о себе, которую скрывала много лет. Он болезненно воспринимает ложь жены, но вскоре выясняется, что супруги оба врали друг другу. Спасибо за просмотр нашего видео. Подписывайтесь и будете в курсе свежей информации. Субтитры сделал DimaTorzok